Последняя перед летними каникулами сессия Народного хурала, как обычно, не прошла без споров и скандалов. Однако депутатам все же удалось прийти к общему мнению и принять ряд решений. Остановимся на некоторых из них. Начнем с изменений в бюджете. Здесь было два основных вопроса. Помощь региональному мусорному оператору в виде 120 миллионов рублей и помощь в борьбе с коронавирусом. На борьбу с пандемией депутаты выделили из бюджета 400 миллионов рублей. Деньги пойдут на аппараты ИВЛ, переоборудование больниц и не только. Я думаю, это прям святая обязанность наших депутатов внести изменения в бюджет для того, чтобы в такой пиковой форме надо помочь в нашем здравоохранении бороться. И надо выделить именно на борьбу с ковидом, на то, чтобы повысить зарплату нашим врачам, закуп оборудования, закуп медикаментов. Также из бюджета решили дополнительно выделить деньги на погашение ипотечного кредита многодетных семей. Если в прошлом году власти выдали 15 квартир, нуждающимся в улучшении жилищных условий многодетным семьям, то сейчас они планируют обеспечить жильем 180 семей в течение 4-5 лет. Сейчас правительство Республики Бурятия берет на себя ответственность, лице Минсоцзащиты, которая будет заключать договор с людьми, берет на себя ответственность о том, что будет выплачивать все ипотечные взносы, и первоначальные, и последующие. И вот благодаря тому, что мы берем ипотеку на 10 лет, договор не должен превышать 10 лет, то в общей сложности семья получит порядка 3 миллионов 700 тысяч рублей. Сегодня в очереди стоят 525 многодетных семей, которые нуждаются в жилье. Чтобы попасть в этот список, нужно встать на учет в качестве нуждающегося не позднее 31 июля 2022 года. Поощрить решили и спасатели Бурятии. Они и пожарные теперь смогут получать почетные звания. На данный момент у нас в пожарных частях работает около более 2000 человек работников. И, конечно же, они заслуживают, наверное, отдельного внимания в том плане, что они иногда порой жертвуют своей жизни, спасая людей, спасая леса. И, конечно же, надо выделять, поощрять таких людей не то, что как символ, а то, что они заслуживают именно этого звания. Еще одна злободневная тема – дальневосточный гектар в Тункинском районе. Депутаты решили, что закроют район для участников этой программы. На территории Тункинского района огромное количество земельных участков, на которые уже построены, но в силу того, что это все выделялось, выделяли земли на территории национального парка, они не оформлены надлежащим образом. Но мы, как понимаем, люди же в этом не виноваты. А при получении дальневосточного гектара заявку может подать гражданин Российской Федерации из любого региона. И фактически получается, что могут претендовать на эти же участки, где уже проживают мои земляки. Положительное решение ждало и республиканский закон о скотомогильниках. На их содержание депутаты выделили полтора миллиона рублей. На сегодняшний момент скотомогильники в муниципалитетах реконструируются, плюс выделяются средства на их содержание. Соответственно, данный законопроект даст возможность муниципалитетам получить средства на содержание скотомогильников. Аграрный комитет Народного хурала решил поддержать и пчеловодов. Депутаты внесли в законопроект правки, которые дают новые полномочия органам госвласти и местного самоуправления в данной сфере. Кроме того, на сессии рассмотрели вопросы медицинского страхования, социальной поддержки детей-сирот и инвалидов, налогового регулирования. По ним у депутатов практически не было разногласий.